Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Собственно, сегодня у нас среда, соответственно, остается еще несколько дней до того, как мы закроем этот очередной пятидневный отрезок, подведем уже итоги в целом фундаментального характера по всей неделе и будем готовиться к следующим макроэкономическим событиям, которые у нас будут впереди, которые, разумеется, мы будем анализировать с точки зрения, опять же, если это американская статистика, влияния на решение представителей ФРС изменить денежно-кредитную политику через коррекцию процентных ставок. Однако и на этой неделе у нас остается еще несколько интересных макроэкономических релизов, которые, разумеется, пропустить ни в коем случае нельзя, то есть мы их дождемся, посмотрим, как они отыграют себя на рынке финансовых инструментов, ну и мы добавим их, опять же, в те фундаментальные основания, которыми пользуемся, определяя конкретные ценовые перспективы по основным валютным активам, использующимся именами в спекулятивной деятельности практически каждую торговую сессию. Обо всем мы, конечно же, поговорим поконкретней. Сегодня давайте также не будем нарушать наши традиционные сценарии. Мы, разумеется, начнем с оценки актуального состояния и тех тенденций, которые показывают бренд и его конкуренты, WTI, то есть в целом ситуацию на рынке иных ресурсов, после переключимся на российскую валюту, ну и также быстренько прибежимся по основным валютным тандемам активов, которые представляют интересы для многих и, соответственно, составляют костяк основного трейдинга. Также в ходе сегодняшнего брифинга, собственно, как и всегда, будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках компании Amarkets. Воспользоваться этим бонусом очень просто. Нужно связаться с вашим персональным менеджером и, соответственно, поменять это слово на бонус на пополнение. Величина бонуса сегодня 7%. Напомню, что завтра у нас суперчетверг в связи с очень важными отчетами британского происхождения. Значит, будет не лишним, особенно для тех трейдеров, которые, опять же, уделяют особое внимание именно трейдингу по британцу. Используйте возможности этого бонуса и, соответственно, увеличить покупательскую способность ваших депозитов. Теперь давайте переходить к нефти. Все актуальные котировки на текущий момент 52.47, как мы, собственно, предполагали, что бренд все-таки не найдет сил, чтобы зацепиться выше сопротивления 50 долларов за баррель. Ситуация показала нам, что такие основания были найдены. На текущий момент бренд не просто оказался выше этого сопротивления, фактически превратил его в умеренную поддержку и сейчас продолжает торговаться выше. Даже на сегодняшней азиатской торговой сессии мы видим, как бренд продолжает легкое локальное обычай ралли. Вот насколько оно будет состоятельно дальше, это очень большой вопрос. Я считаю то, что вероятности этого крайне низка. Чтобы оценить текущую ситуацию на рынке энергоресурсов, нужно, конечно же, посмотреть за тем фундаментальным фоном, который стал причиной такого буста, ускорения позиций бренда и WTI по итогам вчерашней торговой сессии. Если мы, опять же, переведем рост на конкретный процент, на эквивалент от стоимости актива, то получается, что за одну торговую сессию бренд прибавил больше 5%. Это очень много. А теперь, что касается причин. Ключевая из них – это заявление генерального секретаря ОПЕК о том, что по причине низких цен на энергоресурсы будут снижаться в этом году и в последующем объемы инвестиций в энергетический сектор. И на фоне падения инвестиций, разумеется, будет в перспективе также снижаться объемы производства. Это первая причина. Очень странно, конечно же, что сейчас на подобные заявления рынка отреагировал так активно, потому что мы прекрасно знаем, какая тенденция и тренд характерен для углеводородов. Он продолжается не один месяц и не одно полугодие. И эти риски, они длятся уже тенденцией на протяжении более года. Соответственно, инвестиции, они падали. Это мы также отмечали. Но что касается объемов производства, что-то здесь, скажем, синхронного изменения в связи с падением инвестиций мы не увидели. И я уже тогда отметил, что торгуя нефтью сейчас лучше руководствоваться конкретикой, фактами и цифрами и не обращать внимания на те заявления, вербальные формулировки и ожиданческие предположения касательно того, что что-то может измениться. Для нас, прежде всего, для долгосрочных трейдеров по нефти, большее значение имеют именно факты. И я отметил, что ближайшее заседание ОПЕК пройдет в декабре 2015 года, где могут быть подняты вопросы касательно актуальных объемов производства в рамках ОПЕК, потому что ОПЕК, разумеется, сохраняет за собой лидирующую позицию. И именно изменение дневной квоты, которая сейчас находится на уровне 30 миллионов баррелей в сутки в сторону снижения, может стать причиной, опять же, смены позиционирования долгосрочных трейдеров с аккоррекционных медвежьих идей на возможности предположения и уже, может быть, даже более оправданного роста позиции черного золота. Но напомню, сейчас у нас октябрь, до декабря еще очень много времени. И, судя по актуальным объемам производства и также по прошлым комментариям представителей ОПЕК, сейчас уж точно не нужно делать ставку о том, что объемы реально снижаются, поскольку даже прошлый брифинг мы начали с того, что ОПЕК подтвердил, что будет предпринимать все возможные усилия, чтобы сохранить свое объемное позиционирование на рынке и, разумеется, будет стараться расширить экспансию своей доли, разумеется, на мировом рынке углеводородов. Поэтому, стоит ли закладывать комментарии представителя ОПЕК в то, что дно достигнуто, и вот он как раз тот самый сигнал, вследствие которого нужно отказываться от медвежьих идей. Конечно же, судить вам, но я считаю, что если кто-то сделает это, это может быть серьезной ошибкой, потому что, как таковых, оснований для такого серьезного разворота по-прежнему нет. Второй фактор, который стал причиной роста позиций черного золота, это ожидание задействования со стороны Народного банка Китая новых мер экономического стимулирования, которые станут причиной восстановления китайской экономики и смогут, собственно, вытащить ее с того дна, на котором она находится сейчас. То есть, ключевое слово здесь также опять ожидание. Соответственно, то, что я сказал минуту назад, лучше не транслировать, скажем, такой подход в текущие идеи, которыми руководствуются трейдеры. Следующая причина, опять же, усиления позиций черного золота. Это ожидание того, что объемы будут запасов нефти снижаться. Мне кажется, что на фоне, опять же, наших прежних брифингов и того акцента, который мы делали на сезонные факторы предпосылок, вследствие которых объемы будут расти, это также неправильный подход. Поэтому сейчас у нас, скажем, достаточно подтверждений и, наверное, более емкая, четкая, фундаментальная картина делает ставку на то, что запасы будут полномерно подрастать. Вчера, да, вышла оценка АПИ частного ведомства. По ее факту запасы снизились, в частности, на 1,2 миллиона баррелей. Сегодня у нас уже официальная оценка от, соответственно, уже Мининенга США. И уже эта цифра будет более объективной. Посмотрим, конечно же, и уже в ходе завтрашнего брифинга. Вернемся, опять же, к текущей динамике по запасам. Посмотрим также, как этот фактор будет дальше сказываться на динамике черного золота. Ну и еще один фактор – это, опять же, ожидание того, что в ближайшее время пройдет встреча руководителей, представителей ключевых производителей нефти в глобальном, соответственно, характере. И вследствие этой встречи может быть принято солидарное решение, скажем, осознанно необходимость совместных действий для того, чтобы изменить текущие тенденции и повысить устойчивость и стабильность рынка энергоресурсов и создать условия для восстановления цен на, соответственно, основные энергетические сырьевые активы. Опять же, ключевое слово здесь – ожидание. И я не считаю то, что и этот повод можно закладывать в качестве серьезного фактора фундамента для, опять же, смены рыночного позиционирования. Поэтому, возвращаясь к нашим долгосрочным идеям, долгосрочные идеи у нас основаны на реальных фактах, и это куда более серьезный показатель. Краткосрочное ралли, которое мы видим, скорее всего, таковым и останется. Очень быстро оно рискует сойти на нет. И даже если сейчас следующим уровнем сопротивления выступает значение 55 долларов за баррель, вероятность того, что бренд сможет наскоком преодолеть этот рубеж, очень низка. Я субъективно оцениваю эту вероятность процентов, наверное, в 3-4. Теперь все будет зависеть от того, насколько трейдеры поверят в возможный позитивный исход. Точнее, даже участники рынка будут закладывать его дальше в последующую динамику черного золота. Ну или, может быть, все-таки вернуться к более адекватным, более объективным предпосылкам, опять же, неоправданности этого локального бучьего выпада, и, соответственно, вернуться к тем коллекционным идеям, которые анонсировали мы еще несколько недель назад. Соответственно, наша долгосрочная цель по-прежнему предполагает возможность ослабления позиций бренда и движения в район 45 долларов за баррель. От этой идеи, несмотря на то, что рост последующих дней основан только на ожиданиях, мы, разумеется, не отказываемся. Что касается российской валюты. 63,35 – это актуальные котировки на премаркете. Поскольку нефть серьезно подросла, в целом такой же больше 5% прирост был характерен и для российской валюты. Я говорил то, что на этой неделе у нас будет возможность вернуться к статистике по российскому рынку. В частности, сейчас можно оценить уже показатели по инфляции. Месячный индикатор вырос на 0,6% против прошлой оценки 0,4%. То есть здесь логика также работы, девальвация курса национальной валюты, становится причиной постепенного разгона индекса потребительских цен. Напомню, что ключевой показатель по инфляции уверенно держится выше 2-значного значения, выше 15-ти и создает на фоне сохраняющихся предпосылок для дальнейшего ослабления курса национальной валюты предпосылки для еще большего раскручивания вот этого инфляционного маховика. Соответственно, если есть риски роста индекса потребительских цен, значит, будут такие же риски, характерные для общего показателя потребительской активности. Ну и, разумеется, эти риски уже дисконтируются в пессимистичные, мрачные прогнозы по тэпам экономического расширения и более глубокому экономическому спаду российского региона. То есть национальный макроэкономический фон, именно состояние ключевых секторов российской экономики никак не настраивает сейчас на позитивный лад. Мы, разумеется, преимущественным образом продолжаем следить за, прежде всего, динамикой черного золота, но прекрасно понимаем, что негатива хватает и со стороны непосредственно российского рынка. Поэтому, несмотря на укрепление российской валюты последних дней, нужно прекрасно понимать, что это укрепление, оно, поскольку я уже отметил каткосрочность возможного усиления позиций нефти, также может очень быстро сойти на нет. Наша цель по паре USDRAP – это, разумеется, закрепление выше 65 рублей и движение в район 70. Это долгосрочная инвестиционная идея, от которой мы по-прежнему не отказываемся. Идем дальше. Европейская валюта. Актуальные котировки 1,1264. Вчера макроэкономических отчетов по европейскому рынку было не так уж и много. Точнее, даже можно отметить всего лишь один – это динамика производственных заказов, которые в меньшем эквиваленте просили на минус 1,8% против прогноза роста на 0,5%. Если речь идет о производственной активности, напомню, что буквально несколько дней назад мы, опять же, анализировали общий показатель и индикатор производственной активности в промышленном секторе и пришли к выводу, что, по сути, созданы предпосылки для стагнации. На фоне такого отчета по производственным заказам также можно сделать оправданный логичный вывод касательно того, что производственный сектор затухает, что в целом будет создавать еще больше риски для темпов экономического роста. И в целом эта динамика характерна, наверное, в связи с тем, что немецкие бизнесмены, да и, в принципе, вся немецкая промышленность все-таки испытывает, разумеется, те трудности, которые мы прогнозировали и определяли в связи с рисками устойчивости и стабильности китайского рынка, рисками еще больше экономической посадки, скажем, экономики в целом, и рисками того, что экономическая ситуация в рамках экономики Поднебесной будет только ухудшаться. И если мы, опять же, вернемся к прогнозам Министерства, точнее, Международного валютного фонда, прогнозам Всемирного банка, рейтинговых агентств МОДИС, ФИЧ и СНП, там оценки по экономическому расширению Китая на 2016 год очень нерадужные, в частности, если провести такую медианную среднюю, то в 2016 году с текущих значений в 7% китайская экономика рискует просесть примерно до уровня 6,3%, хотя я думаю, что при сохранении текущей тенденции ухудшения экономической показателей динамики производственной активности мы увидим темпы экономического роста еще хуже. Поэтому риски сохраняются, если они уже приводят к таким удручающим макроэкономическим данным по Германии, по локомотиву валютного блока, значит, есть вероятность того, что эта тенденция сохранится, значит, и следующая статистика будет также больше склонять трейдеров к осознанию слабости всего валютного блока. Плюс ко всему, в рамках еврозоны мы готовимся к дополнительным мерам экономического стимулирования. Вчера очень большая ставка делалась на конференцию руководителя-председателя Европейского центрального банка Марио Драги. В частности, полагалось, что он коснется денежно-кредитной политики и, может быть, прольет свет на дальнейшие шаги по инструментам экономического стимулирования. Разумеется, интересует вопрос, когда же все-таки ЦБ анонсирует более сильный выкуп активов, поскольку на текущий момент на рынке созданы все достаточные условия для этого. Прежде всего, индекс потребительских цен уже оказался на отрицательной территории. Драги не касался вопросов денежно-кредитной политики, соответственно, ожидания участников рынка оказались избыточными. То есть, евро не дождался того негатива, который, наверное, мог бы получить, и показал восстановительную динамику, в частности, в актуальной котировке, еще раз напомню, 1,1264. То есть, все равно, в целом, можно сказать, что консолидация пары евро-доллар продолжается рядом с уровнем 1,12. Поскольку вопрос количественного смягчения не снят с повестки обсуждений, мы знаем, отталкиваясь от объективной макроэкономической картины, что эти меры неизбежны. Соответственно, ждем следующих комментариев, следующей конференции, следующих макроэкономических данных и следим, собственно, за тем, что это решение будет озвучено на финансовых рынках. И самое главное, чтобы мы были готовы к нему и находились в верном направлении рынка, когда это произойдет. Наша цель по евро-доллару – снижение ниже уровня 1,10. Далее идем. Доллар японская иена. Актуальная котировка – 120,10. То есть, по-прежнему мы вместе с американцем против иены топчемся рядом с мощной поддержкой 120 иен за 1 американский доллар. Пятничные данные, слабые, но фарм перлс уже фактически забыто рынком, потому что, несмотря на слабость макроэкономического отчета, видим то, что доллар уже об этом позабыл. И, в принципе, быстро трейдеры выкупили коррекцию пятницы и сейчас вернулись к тем уровням, на которых пара торговалась до этого. Сейчас более актуальная картина, связанная, опять же, с очевидным контрастом и расхождением монетарных политиков ФРС и Банка Японии. Почему? Потому что сейчас на фоне снижения индекса потребительских цен в рамках японской экономики, напомню, что в прошлом месяце он просел впервые за год, снова были подняты вопросы касательно новых мер экономического стимулирования со стороны японского мегарегулятора. Сегодня утром прошло очередное заседание Банка Японии. Много участников рынка допускало, что какие-то прорывные решения могут быть озвучены уже на сегодняшней азиатской торговой сессии. Но по факту, даже если вы уже наблюдали за динамикой пары доллар-японской иены, видно, что японский актив укрепляется, значит, он не получил, скажем, предпосылок для слабости из-за возможных намеков более агрессивного выкупа активов. То есть, разумеется, программу пока не изменили, ее оставили на прежнем уровне 80 триллионов иен в год. Но этот вопрос также не снят с повестки обсуждения. Сейчас мы плавно переходим уже на следующее заседание. Оно пройдет 30 октября. И я думаю, что вероятность того, что эти решения относительно новых экономических стимунов будут озвучены тогда, будет существенно еще, скажем, увеличена по мере приближения этого заседания. Тем более, что не забывайте о возможности подобных мер, подтвердил и обозначил сам председатель Банка Японии Синза Абе. То есть, достаточно на основании оценивать объективно общую фундаментальную картину и вместе с рынком ожидать то, что это решение будет анонсировано. В свою очередь, ФРС готовится к повышению процентной ставки. Вы это прекрасно знаете. Вчера мы следили за комментарием еще одного высокопоставленного чиновника, в частности, руководителя регионального ФРБ Сан-Франциско Уильямса. И он, собственно, также пополнил ряды тех чиновников, которые выступают в пользу необходимости повышения процентной ставки до конца этого года. Пятничный отчет он считает разовым с точки зрения, скажем, отчета, который не оправдал ожидания инвесторов. Ну и в целом даже фактическая цифра в 140 с небольшим тысяч новых рабочих мест, это все равно тот показатель, который явно сигнализирует о сохранении восстановительной тенденции в рамках американского рынка труда. Что касается, опять же, рисков инфляции, такие обозначены не были. И учитывая прогресс, опять же, который мы неоднократно подчеркивали на рынке труда, рынке недвижимости и того, что, кстати, Вильямс отметил, что не видит серьезных оснований полагать, что Китай будет демонстрировать и дальше жесткую посадку и, соответственно, негативить в глобальном характере для всех участников рынка слабыми макроэкономическими данными. И Вильямс также отметил, что ФРС должен руководствовать, прежде всего, именно национальным макроэкономическим фоном. Ну, складывается такое ощущение, что у ряда представителей ФРС есть единый сценарий, опять же, формулировок и, скажем, костяк стержень речи, которого они придерживаются. Этот сценарий явно прослеживается. Он указывает на то, что ФРС полномерно приближается к повышению процентной ставки. Поэтому по USD и иены ждем, соответственно, сохранение бычьего ралли, движения выше уровня 121.50 и долгосрочно также метим на уровень 125. Фунт оказался выше того уровня, с которого мы вошли в цел. Против американца актуальная котировка 1.5240. В целом, буквально несколько часов назад был опубликован отчет по индексу, скажем, продовольственной инфляции. И этот отчет сигнализирует о том, что в рамках британской экономики сохраняются риски дефляции, или, по крайней мере, они также уже реализованы. И, учитывая, скажем, слабость уровня инфляционного давления, разумеется, не нужно надеяться на то, что Банк Англии пойдет на досрочное повышение процентной ставки. Поскольку мы определяем возможность коррекционного исхода и динамики по паре фунт-доллар, то есть снижение ниже уровня 1.51, сейчас, конечно же, все будет зависеть именно от той реакции, которую покажет фунт на завтрашние макроэкономические отчеты. Потому что завтра у нас суперчетверг, это сразу несколько серьезных макроэкономических поводов, событий, которые пройдут буквально в рамках одной торговой сессии в интервале нескольких часов. Мы будем следить за ними, и уже в ходе брифинга пятницу, уже будем резюмировать, соответственно, подведем итоги тотального фундаментального фона, и снова оценим перспективы британца. Но я считаю, что на фоне, опять же, очень слабого показателя по индексу производственной активности в сфере услуг, у нас достаточно основания, если плюсовать еще прошлый негатив, и не верить пока в возможности роста британца, который даже сейчас, наблюдая локальные восходящие выпады, носит только исключительно краткосрочный характер. Очень много негатива, и он обладает таким стратегическим эффектом влияния на позиции этого валютного инструмента. То есть, по паре фунт-доллар также ждем снижение прежнего ниже уровня 1,51, но наша долгосрочная цель – это поддержка 1,50. Собственно, на этом все. Что касается кодового слова на сегодня, это сделка. Еще раз напомню, увеличена бонуса 7%. Если есть вопросы, можете оставлять их на нашем официальном канале на YouTube под видеоокном. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.